Снежная зима в Хакасии и Туве стала причиной беспокойства жителей Нижнего Биефа Саяна-Шужинская ГЭС. Во всех населенных пунктах, лежащих в нижнем течении Енисея, идут разговоры, что ожидается большой приток воды к створу станций. Отсюда слухи о том, что вновь придется задействовать водосбросы и поэтому возможно подтопление некоторых участков. Специалисты ГЭС уверяют, повода к беспокойству нет. Использование водосброса маловероятно. Вообще водосброс Саяна-Шужинская ГЭС, он предназначен для использования раз в несколько лет, что и было до аварии. Последние 10-11 годы мы воспользовались активно из-за отсутствия гидроагрегатов. Сейчас у нас гидроагрегаты введены. Значит, мы начало паводка предполагаем работу с шестью, потом в июне вводим еще один новый агрегат и где-то почти весь паводок будем работать с шестью агрегатами. То есть в прошлом году было пять, в позапрошлом два. Поэтому мы проблем не видим, пропуска паводка в этом году. Все действующие ныне агрегаты работают в общей энергосистеме страны. Регулирование выработки электроэнергии проводится системным оператором. Там определяется ежедневная нагрузка, куда направить мощности в течение рабочего дня, а куда распределить в ночное время. Вы спите, у вас свет выключен, грубо говоря, дом. Вам электроэнергия не нужна. Соответственно, таких домов, где свет отключат, очень много. Поэтому станция, естественно, загружается днем практически до своего максимума и разгружается в вечернее время. Также существуют годичные пики. Это все является регулированием, для чего, собственно, и существуют наши станции. Денисей, а точнее его вода, стал главным героем праздника, прошедшего в поселке Черемушки. Всемирный день воды был учрежден Организацией Объединенных Наций в 1992 году. Его основная цель – напомнить людям о ценности водных ресурсов и об ответственном к ним отношении. Кроме того, праздник имеет и огромное экологическое значение, а для гидроэнергетиков и вовсе особое. Для нас, для гидроэнергетиков, этот праздник по понятным причинам носит определенную окраску. То есть для нас вода – это как раз тот объект, с которым мы работаем. При этом дети поселка Черебушек, взрослые поселка Черебушек, все без исключения, являются непосредственно участниками производства электроэнергии, то есть преобразования энергии воды. Поэтому, работая с детьми, мы воспитываем поколение новое гидроэнергетиков. На старты вышли 42 ученика, по 6 человек в каждой команде. Это учащиеся 6-7 классов двух поселковых школ. Кстати, среди них были и те, кто занимается в плавательных секциях. Возможно, поэтому организаторы решили усложнить заплывы. В каждом из них использовались специальные средства – спасательные круги, мячи и многое другое. Они-то и стали серьезной преградой для быстрого прохождения дистанции. Спортивные соревнования сменились интеллектуальными конкурсами. Акция под названием «Акваквест» проводится уже третий год и как раз во Всемирный день воды. Нынче было решено провести викторину по флоре и фауне. Ребятам предлагались фотографии, на которых нужно было определить те или иные объекты. Не все команды и участники ответили правильно на предложенные вопросы. Но это был лишь один из этапов состязаний. И организаторы уверены в том, что полученные результаты не слишком повлияют на дальнейшие конкурсы. Хочу сказать, что ребята большие молодцы. Они готовятся не только в интеллектуальном плане, отвечают на вопросы. Это и физическая подготовка, это и творческое задание обязательно выполняется. Они рисуют, они и показывают какие-то даже театрализованные постановки, и художественный свой талант проявляют, и талант организаторов проявляют. Ребята большие молодцы. Готовятся серьезно. Вообще подготовка к этому празднику начинается где-то за год, порядка за два месяца до конкретной даты, 22 марта. Следующий этап – испытание плавающих средств, изготовленных собственными руками. Чего здесь только не было. Корабли, катера, плоты и плотики. Из пластиковых бутылок, пенопласта и других подручных средств. Самого разного дизайна и плавательных качеств. Кто-то пошел по простому пути, а кто-то использовал настоящие модели. Инициативу взял подовки Никита. Взять собрал сам корабль, а основу мы уже сделали на уроке труда. Как бы потому что без основы он перевернулся бы. Он не утонул, он перевернулся бы. Мы сделали основу и надеемся, что он теперь не перевернется. Кульминацией конкурса был спуск всех кораблей на воду. Акваторий для них стал специально наполненный бассейн. Практически все плавательные средства прошли испытания и позже их выпустят в свободное плавание Венесей. А завершился акваквест большим и шумным праздничным шоу. Здесь были и театральные действия, и очередные конкурсы. И не важно, какие команды заняли призовые места. Важно, что чаемушинские школьники снова собрались вместе под общей идеей. Внимательного и бережного отношения к воде. Саяно-Шужинская ГЭС является уникальной в своем роде. Она имеет максимальную высоту 245 метров. Врезана в породы левого и правого берегов и в породы основания. Общий объем бетона, уложенного в ее тело, больше 9 миллионов кубометров. Сама плотина самая высокая в России. В середине 70-х годов прошлого века началось строительство станционной части плотины, самого важного узла всего гидротехнического сооружения. В ее отчетных секциях размещены 10 водоприемников, переходящих в турбинные водоводы. Внутренний диаметр водоводов 7,5 метров, толщина стенок 1,5 метра. В период строительства в станционной части были размещены временные водоприемники гидроагрегатов. Дело в том, что во время строительства уровень водоприемников менялся, пока не достиг проектных показателей. Сейчас все они забетонированы. Первый агрегат пускался на пониженных отметках. Воды-то маленькая, плотина маленькая была, поднимали до уровня. Не помню, насколько там высота сейчас в уровне воды была какая. Но это поэтапно. Первый агрегат на одном уровне, второй агрегат уже водовод выше делал, третий агрегат еще выше уже в водозабор был. Вода-то поднималась со временем с ростом плотины, и сомнедельственные водоводы росли. Сейчас они уже в проектной отметке, а первые были ниже намного. Ударные темпы строительства несли определенные трудности. Многочисленные бригады бетонщиков, наладчиков и монтажников занимались каждый своим делом. В результате возникало множество нестыковок, из-за которых это самое дело и страдало. Тогда было решено создать Малое кольцо содружества, по примеру, 28 ленинградских предприятий. В результате каждое звено отвечало не только за свой фронт работ, но и за подготовку этого фронта для других бригад. Бригада Фознякова была плотники-бетонщики, моя бригада тоже была плотники-бетонщики. Спецгем был, спецгидроэлектромонтаж, это было, это Демиденко, они как раз монтировали гидроагрикад. Гидромонтаж, монтировали фазовые конструкции, затворы, понимаете, там много же потом. Потом были гидромонтаж, гидроэлектромонтаж, это же все в куче, знаете, сколько там было бригад, там один на одном сидели. Однако выяснилось, что быстрые темпы строительства всерьез отстают от проектных. В результате в 79-м году, когда паводок на Енисее был очень многоводным, река хлынула через гребень плотины. 23 мая произошел перелив воды через раздельную стенку и затопление котлована ГЭС с уже введенным в строй гидроагрегатом номер один. Перед затоплением агрегат был остановлен и частично демонтирован. Это позволило после откачки воды быстро восстановить его работоспособность. Страшно было, конечно, неприятно было. Там галерея нижняя, чтобы не затопить, чтобы думали, что вода все-таки так не будет, паводок такой большой. Везли муку в мешках, закладывали галереи мешками с мукой, там с песком, с мукой закладывали. Ну, это ничего не спасло, конечно, что-то. Когда вода прошла через гребень, потом через раздельную стенку и затопило там в течение часов каких-то. Ну, откачали, просушили. Сергей Каленков строил и Красноярскую ГЭС, и Майинскую. Однако главным итогом своей жизни считает именно Саяна Шушинскую. Вот такая благодать, вот такое успокоение, знаете, вот такая вот это... Вот чувствуешь, что ты сплотил, такая надежность, вот такая вот... Думаешь, и ты же там работал, знаешь, как-то... Да, 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 гордость, да. Вот такой вот, идешь и так. Не, сооружение очень хорошее, конечно, есть. И опыта, и труда много вложено сюда, и опыта приобретенного тут. Есть прекрасных людей, очень много работало, очень много прекрасных людей, прекрасных специалистов, плодников, бетонщиков, монтажников. Всех специальностей практически. Ну, как говорят, строила вся страна, это правда.